Здравствуйте! Меня зовут Склеров Константин Александрович. Я врач-гигиенист клиники Dental Fantasy. Я занимаюсь удалением пигментов, налетов и, в общем-то, эстетикой улыбки. Сегодня я поговорю с вами о профессиональной гигиене. Профессиональная гигиена – это удаление микробиологической бляшки, зубных отложений при помощи специального инструментария порошков в кресле у стоматолога. Профессиональная очистка весьма отличается от домашней гигиены. В начале профессиональной гигиены используются специальные порошки. Они более абразивные, чем паста. Также используются специальные инструментарии для удаления зубных отложений под десной. Эти отложения называются камень. Камень имеет очень плотную структуру, и его невозможно убрать в домашних условиях. После основного цикла профессиональной гигиены, то есть аэрофлоу, ультразвук, гигиенист либо стоматолог обязательно заполирует эмаль, чтобы она была гладкая. Если этого не сделать, то зубные отложения появятся вновь и с большей силой. В профессиональной гигиене используются разные порошки для решения разных задач. Так, есть более абразивные, есть мелкоабразивные, есть вообще гелиообразные. Для стандартной очистки используется бикарбонат натрия. Его гранулы имеют кристалловидную форму. Также используются порошки на основе кальция. Его гранулы имеют шаровидную формулу. Когда имеются искусственные конструкции ротовой полости, виниры, коронки, используются порошки на основе глицина. Он очень мягкий и не царапает поверхность этих конструкций. Так как детская эмаль нежная и она тренировочная, для очистки таких зубов используют также глицин. Еще есть порошок перьев, который вообще похож на пену. Для удаления плотных зубных отложений, что называется камень, используются, как правило, ультразвуковые аппараты. Они также разные по своим свойствам и разные по своей агрессивности. Используются разные насадки. В нашей клинике используется самый мягкий ультразвуковой аппарат и очень мягкие насадки, которые имеют округлую рабочую поверхность, что позволяет нам удалять зубные отложения, не травмируя эмаль. Конечно же, имеется принципиальное отличие взрослой гигиены профессиональной и детской профессиональной гигиены. В детской гигиене можно даже не использовать порошки. Как правило, используются специальные полировочные пасты, естественно, мелкоабразивные. Но под контролем гигиениста либо стоматолога эта гигиена позволяет удалять все-все зубные отложения. Во время взрослой профессиональной гигиены используется больше методов удаления зубных отложений. Там будет, естественно, и аэрофлоу, там будет, естественно, ультразвук, там будет, естественно, полировка, обработка штрипсами и так далее. Профессиональную гигиену нужно проводить в стандарте каждые полгода. Как показывает практика, именно за это время формируется плотная зубная бляшка. Когда имеются ортопедические конструкции либо ортодонтические, ну, брекет-системы, чистку нужно проводить гораздо чаще, каждые три месяца. Профессиональная гигиена начинается с трехлетнего возраста. Да, это может быть просто полировка, но для ребенка это будет очень хорошее знакомство со стоматологией, потому что это будет все безопасно, безобидно, даже в игровой форме. Но, опять же, мы будем видеть развитие его эмали. И если мы не будем допускать формирование бактериальной бляшки, мы исключим развитие кариеса и других заболеваний зубочерестной системы. Отдельно бы хотел сказать про гигиену имплантатов. В домашних условиях это обязательно будет ирригатор. Что касается профессиональной чистки, имплантант сделан из особого сплава, поэтому он требует в себе особого отношения. Поэтому при обработке имплантатов используются специальные наконечники. Более того, он скрыт под десной, он находится не в ротовой полости, его не видно, поэтому подход к нему должен быть особый. Должен быть использован специальный инструментарий и специальная техника обработки. На этом я заканчиваю свой рассказ. Заботьтесь о своем здоровье, о здоровье своих близких, а я буду ждать вас на прием.